Новые регионы это благодатная почва для, совершенно верно, инвестиций. И с ними у нас в Казахстане, как известно, все очень неплохо, особенно с зарубежными. Огромная территория, в недрах практически вся таблица Менделеева. Нефть, газ, уран, цветные металлы. Но сейчас в приоритете тренд углеродной нейтральности, который как бы уже не просто намекает, а утверждает, что прежние традиции применения энергоресурсов неприемлемы. Все это государство оговаривает с зарубежными инвесторами, которые получают прибыль от традиционных источников их извлечения. Впрочем, параллельно с этим кто-то давно говорит о том, что все продано иностранцам, имея в виду, естественно, тех самых зарубежных инвесторов. Но международная практика подсказывает, что процесс привлечения денег из-за рубежа давно обрел цивилизованные формы и так развивается весь, извиняюсь за тавтологию, развивающийся мир. Так вот, на этой неделе президент Тукаев не просто решал вопросы инвестиционных взаимоотношений крупного бизнеса и государства в целом, но и то, как крупный бизнес должен решать насущные проблемы населения Казахстана. Тему продолжит Тимур Казагулов. Солнце, ветер и вода – наши лучшие друзья. Для нашей страны это не просто поговорка, а рецепт успеха в энергетической гонке. Казахстан ставит перед собой амбициозные цели. Уже через 8 лет, к 2030 году, доля возобновляемых источников энергии в общем энергобалансе страны должна вырасти до 15%. Сегодня она составляет чуть больше трех с половиной. К 2060 году Казахстан и вовсе обязался достичь углеродной нейтральности. А это значит, что гидроэлектростанции, витряные мельницы и солнечные панели появятся повсеместно. Об энергии будущего на территории Экспо говорят вот уже 5 лет. И сегодняшний день не исключение. Президент страны Касым Жумарт-Токаев принимает иностранных инвесторов рядом в пятизвездочном отеле. Инвестиции – дело тонкое и ответственное, потому как казахстанское руководство, так и зарубежные гости надеются на то, что переговоры пройдут также на пятерку. Казахстан Нейтральность – декарбонизация экономики. За этими высокопартными словами, по сути, качество жизни простых людей. Большие выбросы СО2 сегодня – чреватой нехваткой еды и воды завтра. Ощутимые климатические изменения, в частности, повышение температуры воздуха, наблюдается уже во всем мире. Прогнозы экспертов остаются неутешительными. Имеются серьезные риски снижения урожайности пшеницы и доступности водных ресурсов. Все это требует принятия безотлагательных системных мер. На сегодня 80% всех выбросов парниковых газов в Казахстане связаны с производством энергии на ископаемом топливе. Это основной фактор, который оказывает негативное влияние на климат страны. Поэтому модернизация энергетической отрасли имеет для нас определяющее значение. Как этот самый теплоэнергетический комплекс модернизировать с минимальными потерями наше правительство и узнает на таких встречах. Советы, предложения и точное руководство к действию дают в том числе эксперты Европейского банка реконструкции и развития. С ним Казахстан успешно сотрудничает уже 30 лет. Только в прошлом году ЕБРР вложил в экономику республики 630 миллионов долларов, из которых 40% зеленой инвестиции. Нужно ускорить переход от старых природных ресурсов, угля, нефти и газа к новым – ветру и солнцу. ЕБРР рекомендует Казахстану к 2025 году построить не менее 2 гигаватт новых ветровых и солнечных мощностей. Никогда не бывает слишком много ВИЭ. Это дешево, надежно и долговечно. Для конючного потребителя энергии ключевое слово здесь – дешево. Переход энергетических узлов страны на ВИЭ должен снизить не только выбросы, но и тарифы. Начали пока с малого. В регионах на газ переводят теплоэлектроцентрали. Яркий пример – алматинская ТЭЦ-2, которая откажется от угля до конца нынешнего года. Для мегаполиса, задыхающегося от смога, это рывок вперед. Отмечу, что Азиатский банк развития также рассматривает вопрос о совместном с ЕБРР финансировании проекта модернизации алматинской ТЭЦ-2, который принесет значительные экологические выгоды городу Алматы. Это снизит выбросы на 30%. Правда, решая глобальный вопрос, можно открыть локальный. Уход от угля избавит Казахстан от углеродного следа, но откроет другую проблему. В угольной сфере работают порядка 30 тысяч человек. И все они рискуют лишиться работы. Об этом в правительстве знают и ищут решения. Этот переход будет оптимальный, он будет постепенный, потому что мы, как сказать, не можем полностью перейти, и ни одна страна в мире не может перейти. Нам нужно будет использовать еще альтернативные источники, переходные источники, такие как газ, атомная энергия и так далее, для того, чтобы полностью перейти к углеродной нейтральности. Все вот эти риски мы будем там учитывать. Мы это все очень обсуждаем тщательно с международными экспертами. Решают заранее в стране и обозначившуюся на горизонте проблему дефицита газа. Газификация городов и сел растет, как и количество потребителей. Вдобавок, учитывая международные обязательства по декарбонизации, а значит, перехода на голубое топливо по возможности большинства теплоэнергетических предприятий страны, в следующем году газа может попросту не хватить на всех. Решение очевидно. Касымжомарт Тукаев поручил сократить экспортные объемы газа и перенаправить 2 миллиарда кубометров, которые должны были пойти на экспорт, на внутренний рынок. Обеспечение внутренней потребности в газе имеет безусловный приоритет над его экспортом. Прошу правительство совместно с акционерами месторождения Тенгиз проработать вопрос перенаправления 2 миллиардов кубометров газа с экспортного на внутренний рынок. Кроме того, правительству следует в срочном порядке решить вопрос финансирования по строительству газоперерабатывающего завода на Кашагане мощностью в 1 миллиард кубометров. Обеспечить казахстанцев бездефицитной энергии планируют и с помощью мирного атома, который также признан в мире зеленым, а значит, безопасным инструментом экономики. По мнению президента, в условиях нестабильности возобновляемых источников энергии, проще говоря, солнце светит не всегда, как и не постоянно дует ветер, реками и озерами Казахстан, увы, тоже небогат. И поэтому мирный атом выступает единственным непрерывным источником. К слову, стало известно, что место для будущей АЭС в Казахстане уже определено. Регион у озера Балхаш. Сейчас в правительстве рассматривают предложения мировых поставщиков и специалистов. Резюмируя, президент отметил, что Казахстан продолжает оставаться наиболее привлекательным для инвестиций в Центральной Азии. В прошлом году зарубежные партнеры инвестировали в нашу экономику около 24 миллиардов долларов. А это на 38% больше, чем годом ранее. Больше 60% иностранных инвестиций уже приходится на несыпьевой сектор экономики. В переводе на простой язык для рядовых казахстанцев это сулит новые рабочие места, приход благ цивилизаций в далекие села и общее улучшение социального благосостояния. Тимур Казагулов, Алибек Алиев, Дулат Янтебеков при поддержке телерадиокомплекса президента ЖТК.